А мы ехали, когда на экскурсию, мы там играли в хоккей, когда на Александровне. Гол! Ну, гол! Так, хорошо! Не играйте одни, не играйте! Не играйте! Игроков много передавайте друг другу! Сначала была вбрасывание, потом наши захватили шайбу, мы хотели забить гон, но Алёша взял шайбу Славе и передал, потом Славу Галины Александровне. Потом я встал на воротах, Павелик захватил шайбу, а Вилка Александровна задал шайбу ему, вот это. Ему сделали нарушение, потом он мне дал, я обрел Славу, не отдал Алёше, а Павелик забил гол. И так счет один на день. Лен, почему разговариваешь? Почему разговариваешь? Возьми ложку. Гены с локтями на столе. Наташа. Ну, это уж совсем некрасиво. Ну как, вкусно? Да? Галя, о чем задумалась? Сядь, прийти. Галина Александровна, можно мне еще добавить? Можно, возьми. Олег, ну что ты делаешь? Убери руки. Разве ты не знаешь, что ты некрасивый? Галина Александровна, можно мне еще добавить? Подожди, к столу и положи себе. Юля, ну ты как всегда самый последний. Посмотрите, все уже давно поели, а у тебя еще полная тарелка каши. Может быть, тебя в младшую группу перевезти? Нет. Нет? Тогда давай, быстрее. Быстренько, быстренько. Все, кто поел, пожалуйста, относитесь с собой к посуде. Дежурные готовы и столы к занятию. Ходи уже носить. Пожалуйста. Приготовились все к занятию. Все готовы, глаза сюда. Спина прямая. Галя, Юля, руки на место. Юля, я тебя жду, все ребята ждут. Так, хорошо. Сегодня у нас с вами будет очень интересное занятие. Вы, наверное, все ходили по вечерней Москве? Ходили? Ходили. Ходили. А видели вечерние дома? Да. Так. И, наверное, все видели разноцветные горящие окна? Видели. На нашем занятии мы с вами будем делать аппликацию этого цветного дома с горящими окнами. Скажите мне, пожалуйста, какие же вы видели дома? Я видела, я видела. Алеш, какой я видел дом? Ну, встань, скажи, ребята, что-то я тоже. Какой ты дом видел? Ну, подумай. Марина, а из какого материала строители строят дома? Из деревяшек. Как из деревяшек? Какие дома строят? Из деревяшек. Из деревяшек, пожалуйста. Из деревяшек. Еще дома из глины замазывают. А вот скажите, пожалуйста. Что это такое? Дом. Дом. Вот такой дом мы с вами сегодня будем строить из бумаги. Куль, скажи, пожалуйста, а какой формы окна бывают? Формы бывают и прямоугольные, и квадратные. Наталья, скажи, пожалуйста, вот когда ты стоишь рядом с домом, все ли окна тебе кажутся одного размера? Мне кажется, окна, значит, там маленькие. Некоторые маленькие, а некоторые большие. Некоторые большие. Посмотрите сюда внимательно. У вас есть разноцветные полосы цветной бумаги. Из этих полосок мы будем делать все окна. Посмотрите, вы их сложите вот так гадко. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Папа, ты скажи, а почему ты взял разноцветную бумагу для окон? Потому что, потому что вот одни окна горят, а вторые, и у всех разные огни. У всех разные огни. А серые окна, это что у тебя? Там люди, наверное, уже ложатся спать, потому что у них дети некоторые. Маленькие, наверное, дети, поэтому погасили свет, уже все спят? А может быть, они очень устали, они работали утром. Ну, наверное, поэтому. Павлик, а почему ты сделал на первом этаже большое окно, а вот здесь высоко сделал поменьше? Потому что когда смотришь вдаль тогда, тогда окно маленькое, а когда вблизи большое. Вблизи? Бюллет, ты строишь дом, в котором ты живешь? Да. А на каком этаже ты живешь? Я? Я живу на этаже. На седьмом. На седьмом этаже? Значит, ты еще подклеишь окна, да? Да. А почему у тебя здесь окна в первом этаже горят, а здесь у тебя нет окон? Потому что у меня тут вот некоторые спят, а другие занимаются делами. Делами надо говорить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Галина Александровна, у нас очень красивая. Субтитры создавал DimaTorzok А еще она нас учит не драться, что дружить и помогать малышам. Сейчас я вам еще раз пою первые две строчки куплета, а затем вы повторите. Послушайте. Ничего на свете лучше нету, чем бродить ручьям по белу свету. Ну-ка, Коля, попробуй. Ну-ка. Ничего на свете лучше нету, чем бродить ручьям по белу свету. Еще громче. Так, хорошо, Наташа, ну-ка спой, Коля, послушай, как Наташа спает. Наташа, спой. Ничего на свете лучше нету, чем бродить ручьям по белу свету. Хорошо, но не надо было торопиться. Галина, не торопись, попробуй спеть первые две строчки. Ничего на свете лучше нету, чем бродить ручьям по белу свету. Хорошо. Коля, давай попробуем с тобой, да? Давай. Ничего на свете лучше нету, чем бродить ручьям по белу свету. Так, хорошо. Ну-ка, давай попробуем все вместе-ка спеть. Коля, слушай девочку, чтобы с ним вместе попадать, пожалуйста. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Хорошо, хорошо. Вот они, мои маленькие человечки. Иногда бывает так трудно, что хочется все бросить. У меня их 28, и все такие разные. Я как-то прочитала у Горького. У каждого человека есть бубенчик. И если его найти, он будет звенеть каждый день. Наверное, в этом и есть радость моей профессии. Ведь я хочу их научить быть добрыми, умными, красивыми. Я должна их подготовить к школе, к самостоятельной жизни. А сейчас подойдите все ко мне побыстрее, побыстрее. Сейчас те, у кого лопаты, отойдут в левую сторону, будут разбивать снег в дорожек. Те, у кого есть клюшки, будем с вами играть в хоккей. Пойдемте, здесь расходите. Настя, здесь я не знаю. О, я не знаю. Это не надо. Не ты лопил, коток вот этот. А я. Еще, еще, еще. Смотри, уходит вот этот снег. Это не надо. Пойдем сюда, подложим, чтобы он не упал. Субтитры делал DimaTorzok 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 Почему? Потому что там был кот Васька. А Егор что скажет? Конечно, правильно, ребята. Ведь шляпа на них двигалась, а они хотели себя защитить. Правильно. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ